Привет! Кирилл Масленников, пулковский астроном, ведущий научно-каллокверти, поздравляет всех с замечательным событием, великолепным, блестящим событием, которое еще несколько будущих лет, несомненно, будет отзываться и давать мне, в частности, все новые и новые темы для рассказа. Запущена миссия «Спектр рентген-гамма». Это замечательное российское достижение. Я много раз впечатлялся, что в нашей науке не очень хорошо обстоят дела, но вот это приятное исключение, когда, действительно, наша наука оказалась на самом переднем крае мирового исследовательского процесса. Чуть не сказал советское достижение. На самом деле, в этой оговорке был бы смысл, потому что зародился этот проект, как и еще три параллельных ему проекта, в Институте космических исследований Академии наук СССР еще в конце 70-х годов. Тогда возникло четыре грандиозных плана исследовать Вселенную из космоса в радиодиапазоне. Это был радиоастрон, который недавно закончил свою миссию, в рентгеновском гамма-диапазоне, вот то, что сейчас произошло, в микроволновом и в ультрафиолете. Последние две миссии еще пока в проекте, но они тоже разрабатываются, и вполне возможно, что мы еще при жизни увидим их запуск. Первый запуск был назначен для спектра рентгенома на четырнадцатый год, и с тех пор переносился несколько раз. Вот последний раз, уже как-то все опять приготовились ждать, но запуск прошел успешно, все летит в нужное место, все пока что открывается, все работает, будем надеяться, постучим по дереву, что все останется в порядке. Ну вот несколько слов об этом достижении. Во-первых, рентгеновское излучение, что это такое и зачем так важно его наблюдать? Ну, начнем с того, что такие слова рентгеновское излучение никто, кроме как в России, больше не говорит. И сам Вильгельм Рентген, который открыл это излучение больше ста лет назад, был, наверное, сильно удивлен, что его имя произносится таким странным образом. Рентген, его была фамилия, и эти лучи он назвал, разумеется, он человек скромный был, как все настоящие ученые, и назвал, конечно, не своим именем, а назвал X-rays, X-лучи. Так они и называются во всем мире. Икс-излучение. И только в России, благодаря тому, что Абрам Филд Чиофи, академик и первый директор физико-технического института в Ленинграде, был учеником рентгена. И он вот в России ввел такой термин рентгеновские лучи. С тех пор так все их и называют. Так что ж такое рентгеновское излучение и где оно образуется? Те, кто помнит хорошо школьную физику, те знают, что это очень коротковолновое излучение, лежащее гораздо в более коротких волнах, чем оптика. Это жесткое высокоэнергетическое излучение. Вы помните, что чем короче волна, чем больше частота, тем больше энергии излучения. Так вот, рентгеновское излучение обладает очень высокой энергией. Оно образуется обычно либо там, где очень горячо, в солнечной короне, например, там, где температура достигает миллионов градусов, миллионов хельвин, либо там, где очень сильные магнитные поля. И там электроны разгоняются до релятивистских скоростей, до почти скорости света, здесь либо они тормозятся в электрических полях, и тогда возникает так называемое тормозное излучение, оно в основном рентгеновское, либо на них рассеиваются фотоны. Это так называемый обратный Compton эффект, когда на очень быстрых электронах они сталкиваются с фотонами и передают эту энергию фотонам. Фотоны выскакивают в область рентгеновских гамма-лучей. Вот так получается рентгеновское излучение в космосе, и это означает, что оно рождается как раз в самых интересных, в самых необычных, в самых таких вот, ну, горячих и в переносном, и в прямом смысле областях. Это сверхмассивные черные дыры окрестности центров галактик, активная галактика, которую мы наблюдаем в большом количестве. Это нейтронные звезды, нейтронные звезды в двойных системах, где происходит аккреция, очень высокие температуры и большие магнитные поля, и тоже все то, что я уже сказал. Это гигантские облака раскаленного газа в скоплениях галактик. Там огромные облака очень разреженного, но очень горячего газа, которые интенсивно излучают в рентгене. Есть, конечно, и другие еще области, но чтобы долго об этом не рассказывать, ограничимся только этими. И вот цель этой обсерватории рентгеновской, которая сейчас запущена, ведь имейте в виду, что это далеко не первая рентгенская обсерватория, значительно больше десятка уже запускалась, начиная с начала 70-х годов. Чем отличается именно вот это, и почему она действительно может считаться таким уникальным проектом? Ее план грандиозный. Это вот напоминает то, что сделала миссия Гайя, о которой я уже рассказывал на нашем канале, в оптике в районе нашей галактики. Это обзор всего неба с большой чувствительностью и с большими полями. То есть мы получим как бы карту всей Вселенной в рентгеновском диапазоне. А поскольку рентген достигает до нас с очень больших расстояний, он проходит через пыль, через газ, через все эти толщи вещества, которые задерживают обычное излучение, то мы можем наблюдать с помощью этого, этой аппаратуры, очень далекие области, находящиеся буквально на границе наблюдаемой Вселенной. Мы таким образом будем видеть и временной срез всей Вселенной, начиная от самых-самых древних времен, буквально там меньше миллиарда лет от большого взрыва и до настоящего времени. Это позволит проследить эволюцию, то есть путь развития галактик и скопления галактик от самого начала до наших дней. Это, конечно, поистине грандиозная идея. То есть будет составлена как бы полная карта неба в рентгеновском диапазоне. Такой задачи и с такой полнотой никто еще пока не решал. Три миллиона активных ядер галактик предполагается увидеть. Около ста тысяч крупных скоплений галактик, в каждой из которых не менее тысячи отдельных галактик, благодаря вот этим раскаленным облакам газа. В общем, наше понимание Вселенной в целом, развитие Вселенной, конечно, должно благодаря этому проекту продвинуть очень сильно. Я думаю, что ближайшие годы будут свидетелями просто потока новостей, если, конечно, все будет хорошо с телескопами с этой обсерватории. Теперь два слова о самих телескопах. Рентгеновский телескоп – это такая тоже довольно интересная вещь. Дело в том, что рентгеновский фотон, вот как если вы бросаете камень в воду, то он просто тонет в ней, не отскакивает. Точно так же рентгеновский фотон, если поставить на его пути сферическое зеркало или параболическое зеркало, как на пути светового бучка. Рентгеновскому фотону для него это ничего не стоит. Он просто проткнет это зеркало насквозь, просто пробьет его, как он пробивает человеческое тело, когда нам делают рентгеноскопию в поликлинике. Примерно так же он пробьет и стеклянное зеркало. Поэтому для того, чтобы научиться строить рентгеновские изображения, фокусировать рентгеновские лучи, придумана такая остроумная идея. Рентгеновские лучи падают на зеркало не перпендикулярно, как они падают на оптическую поверхность, а так вот, как вы бросаете камушек, пускаете блинчики по воде. Касательно. То есть рентгеновский луч попадает на отражающую плоскость под очень маленьким углом. И благодаря этому он не проникает в нее, не пробивает ее, а действительно от нее немножечко отражается. А там он встречает еще одна такая поверхность, потом еще одна, потом еще одна. Несколько десятков таких вот вложенных друг в друга зеркал приводят к тому, что нам удается как бы согнуть вот этот вот всепроникающий прямой рентгеновский луч, как бы его отклонить от прямого пути и направить в фокус. Вот такие вот устройства сложных зеркал установлены на обоих телескопах миссии спектр рентген Галма. Наверное, многим будет интересно, что зеркала эти покрыты ничем иным, как золотом. Они покрыты тонким слоем золотой фольги. Плотность золота высокая. Это увеличивает отражающую способность таких зеркал косого падения. Почему два инструмента? Почему не один? Почему два телескопа? Они работают в разных спектральных диапазонах. Значит, один называется Е-РОЗИТО. Вообще, надо сказать, что названия придуманы какие-то такие довольно труднопроизносимые. Е-РОЗИТО, причем еще Е маленькое на письме, а РОЗИТО – все это большие буквы, аббревиатуры. Это продукция Института Макса Планка, Института внеземной физики общества Макса Планка, совместно с Институтом космической исследовательной в Москве. Он работает в диапазоне энергии до 10 килоэлектрон вольт. То есть это довольно мягкое, сравнительно мягкое энергетическое излучение. А телескоп ART-XC – тоже название не очень-то гладкое, ART-XC – вот он целиком российский, и он работает в более жестком диапазоне. Он работает в диапазоне с 10 до 30 килоэлектрон вольт. Это довольно жесткое энергетическое излучение. А одного телескопа так не сделают, чтобы он работал во всем этом большом диапазоне. Кроме того, Ярозита имеет огромное по рентгенским меркам поле. У нее поле больше 1 градуса, а у ART-XC немножечко поле поменьше. Вот так вот они будут работать в паре и составлять вот эти вот карты. Расписание такое. Они через три месяца окажутся в точке Лагранжа L2. Но это удобное положение для того, чтобы наблюдать все небо и чтобы солнце не попадало при этом в поле зрения. Солнце тоже вообще-то в рентгене светит, но там получается так, что солнце им видеть нельзя, потому что чувствительность температуры этого не позволяет. Так вот, они будут находиться в той килограмме через три месяца. Потом пройдет несколько некоторое время пробных испытаний, и дальше четыре года они будут заниматься составлением вот этих вот карт всей Вселенной. Они восемь раз отсканируют все небо так, чтобы за эти восемь раз все, что можно было собрать, все эти гигантские цифры, которые я назвал, все эти миллионы и сотни тысяч, чтобы они успели улечься на звездную карту. А потом еще около двух или трех лет они будут работать прицельно по конкретным, интересным, отдельным объектам уже по программе разных специалистов, которые будут им задавать координаты этих объектов. Вот такие гигантские планы, такие, в общем, великолепные горизонты. И вот теперь будем ждать новых известий оттуда. Под конец вопрос, который мне всегда задают, ехидно так, типа, а что же будет, что же мы будем с этого иметь? А какая польза народному, грубо говоря, хозяйству, как это в советское время говорили, от того, что мы узнаем все это распределение активных галактических ядер, скоплений галактик и всего остального? Мне уже надоело при этом стыдливо пускать глаза и говорить, ну, знаете, это все. Вспомните, пожалуйста, что все, что вы сейчас имеете, все ваши мобильные телефоны, лампочки электрические, радиоприемники, все, что вы, буквально все, что нас окружает, все это продукт вот работы вот таких вот научных проектов, которые поначалу казались абсолютно непрактичными, непонятно чего значащими, а теперь они лежат в основе всей энергетики мировой, лежат в основе всей мировой техники, ну и, в общем, без них, естественно, что не прожить. Я совершенно уверен, что в ближайшее время будут сделаны очень крупные открытия, которые изменят жизнь каждого, которые действительно почувствуют каждый человек, и дай бог, чтобы он почувствовал это в положительном смысле, а не в отрицательном, потому что очень многие такие вещи, конечно, идут и в сферу разрушения, в сферу, может быть, там военную, еще какую-то, вот, но так или иначе, так или иначе, все это сводится к тому, что без этих знаний невозможен дальнейший технический прогресс, невозможен дальнейшее продолжение человеческого рода. Поэтому поздравляю еще раз всех с этим, подписывайтесь на нас, смотрите, мы будем сообщать вам все новости из этого замечательного научного объекта.